Ребята, всем привет! Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайся, если ты еще это не сделал. Мы сегодня в полном составе приехали погулять в центр, показать здесь вам вечернюю обстановку. А еще сегодня 9 мая, и, соответственно, в конце выпуска я вам покажу салют. Сегодня пройдемся по Новагинской улице. Это самая главная туристическая и центральная улица Сочи. Пройдемся по морскому порту. Короче, погнали! Так, ребята, вот она улица. Мы вот так вот припарковались. Там дальше вход в морской порт, а мы с вами будем двигаться по вот этой улице. Здесь, кстати, такая большая легальная парковка. Она уходит вплоть до того тупика. Значит, эта улица – вот название, та улица – вот название. Так, я сейчас дождусь светофора. Мои уже все перешли. И пойдем. А еще у нас сегодня похолодало. Я даже одел свой зимний жилет. Сегодня всего лишь 12 градусов. Весь день лил дождь и с самого вечера. Вечером он прекратился, и мы сразу вот стартанули в центр Сочи на салют. Да. В общем, переходим еще одну дорогу, только уже в полном составе. Двигаемся в сторону Новбагинской улицы. Движухи такие плотные. Людей очень-очень много. Кто-то приехал просто на майский, кто-то приехал именно на 9 мая. Родион, давай руку мне. А кто-то уже приехал в свой долгожданный отпуск. Ну, по одежде судя вы можете видеть, что кто-то в шортах, кто-то вот в пухляках, кто-то в кофтках. Ну, в принципе, здесь даже, знаете-ка, не скажу, в самом Сочи, в центре, здесь гораздо потеплее, чем в Адлере у нас. Потому что у нас прям такой ветрище там дует, а здесь прям все очень-очень спокойненько. Чтобы попасть на Новбагинскую, она вот вся такая светится, вот там через дорогу, нам нужно пройти по подземному пешеходному переходу. Что сейчас и сделаем. Вот такой вот обычный, типичный туннель. Ничего здесь нет особенного, ничем он не отличается от любого, например, даже московского. Есть вот всякие подземные уличные музыканты, ребятки, играют с Савчинем. А мы поднимаемся с вами в самое начало Новагинской. Так, и встречает нас вот такая тут история с большим монитором, музыкой, фонтанчиком, который сегодня, а нет, работает. Здесь есть кипи-си и пошла Новагинская улица вот в ту сторону, вот где пальмочки горят. Здесь из детского, значит, есть прокаты детских электромобилей. Красивый фонтанчик. Есть вот такие еще электромобили. Пойдемте на ту сторону, Ась. И посмотрите, как красиво смотрится Новагинская улица. Вот эта вот пальма, это, наверное, самое интересное, что здесь есть, помимо еще, конечно, всяких очень красивых ресторанов, крутых заведений. Ну, конечно, есть фото локации, такие как вот Генка, Чебурашка. Вот, ну и, конечно, никто мимо них пройти не может, особенно наши детишки. Да, атмосфера на вечерней Новагинской, конечно, великолепная. Посмотрите, там на деревья повесили такие светящиеся. Звездочки. Много уличных художников. Пальмочки все подсвечивает, в свою очередь, очень красиво. Видите, там красненькая и зелененькая тут пальмочки. Шикарно. А вон там вот, вон там прямо есть детская площадка, поэтому кто с детками, можете пройтись. А еще здесь есть вот такой небольшой торговый центр. Не знаю, как он правильно называется, может быть. Вот его название. Кто в курсе точно, пишите в комментариях. Также есть вот такие различные проходы, очень красивая высадка, которая, конечно же, оккультурена. Все красиво вот так вот, видите, выстрижено. И, конечно же, как же без Олимпийских колец. Символика Сочи. Здесь еще есть фонтанчик. В котором можно в жаркую погоду, конечно, там детворе побегать. Стоит дерево. Прямо посередине его вот так вот не срубили. Вот так вот закрыли. И это администрация города Сочи. Вот такая вот тут площадь. Ну и, конечно же, да, установлены вот эти символики в честь 9 мая. Еще что касается детворы, тут курсирует вот такой вот детский поезд. Вечером он великолепно, очень красочно подсвечивает, видите. Ну, а днем просто он просто катается. Мне кажется, Новагинская интересна именно тем, что у нее вот идет такая высадка вот этих высоких пальм. И они все обмотаны гирляндой. И все это светится очень-очень красиво. Да, высоченные пальмы смотрятся, это очень клево. А еще клевее вот этим людям, у кого здесь есть квартиры с большими окнами. Все это вот на вот эту центральнейшую улицу Сочи, Новагинская. Ну, понятное дело, что магазинчики по всем, по всей улице расставлены. В эту ручку рестораны. Но, мое удивление, сегодня мало людей на Новагинской. Либо потому что люди все пошли в морпорт ждать салюты и смотреть концерт. Либо потому что холодно, и все сидят дома и уйдут только на салюты. Не знаю. Вот здесь можно еще вот такие вот штуковины взять, покататься по Новагинской. Ну, либо электросамокат, проехаться ее вперед-назад. Лавочки, магазинчики. Так, все цивиленько, все аккуратненько, очень-очень чистенько еще. Вот видите, звездочки висят. Так, вот на 9 мая, значит, установили вот такую арку. Написали с Днем Победы, 9 мая. Вот здесь прям такое плотное движение, да, вначале. Видимо, люди оттуда, из той части города, начинают двигаться на салют. Другой центр, очень красивый. Мне так он нравится, такой сделан такими формами. Звездочки горят. Да, в каком-то установке атмосферы на Новагинской. Кому нравится эта улочка, пишите в комментарии свое мнение. И здесь тоже есть такой торговый центр. Торговые ряды, наверное, даже это лучше так сказать. Ну и, конечно, как всегда, уличные музыканты. Тут, как и на любой улице, их очень-очень много на любой туристической, да, в любом, в принципе, наверное, в любом центре города. Очень много всяких магазинчиков. Ну, мне больше всего нравятся вот эти пальмы. Смотрятся они великолепно. Особенно в ночное время, когда это все подсвечивается и создает свою такую классную тропическую атмосферу в теплом городе России. Вон, Радюха бегает. Здесь еще есть кипарисы. И, судя по их размерам, это очень старинные и древние. Вот так вот огородили. А пальмочки уже почти у нас с вами закончились. Чуть осталось пребываться этой ночной красотой, ночной атмосферой в Сочи. И будем двигаться в морпорт. Тут еще есть такая доска почеты. Здание администрации. И начинаются лесенки, но для тех, кто с колясками, вот тут можно подняться. Кстати, вот тут есть Бургер Кинг. То есть там вначале есть Макдональдс и Кефиси, кто по фастфуду прикалывается. И только в конце улицы Бургер Кинг. Все, закончились у нас пальмочки. Вот так это все выглядело. Как вам Новагинская? Пишите в комментариях. После Новагинской есть ЦУМ. Центральный универмаг Москвы, хотел сказать. Но это Сочи. Называется он ЦУМ, судя по вывеске. И дальше идет вокзал в Сочи. Не морской вокзал, а обычный вокзал, куда слетаются все автобусы. Вот даже есть указатель, видите, автовокзал. Вот хочу показать вам чуть-чуть поближе и показать, что вот я вас не обманываю. Вот он так и называется. ЦУМ, Сочи. Прикольно, да? Вот он вокзал. Так он выглядит тоже красиво. Все очень подсвечивается. Атмосферу создает очень классные. Клумбочки шикарные. Мне очень нравится, когда пальмы подсвечиваются вот так вот зеленой подсветочкой. Видите? Вот. Красиво здесь, короче, такая, в принципе, достаточно интересная тоже локация прогуляться. Вот вдоль Новагинской. Морской порт. И кто отправляется там куда-то на автобусах, то, в принципе, да, тоже получается удобно. Сразу флопс. И куда-нибудь на автобусе дальше двигаетесь. Так. Ну вот, собственно, мы с вами и прошли. Все, что я хотел показать, Новагинскую и вокзал, я вам показал. Магазинчики, округу это я вам показал. Давайте перемещаться с вами в Морпорт. Да, вот когда двигаешься уже в сторону Морпорта, вот по этой стороне, не по той, по которой мы ходили, а именно по этой. Здесь, конечно, все так интереснее выглядит, потому что вот эти вот звездочки, да, подсвечиваются над головой, плюс пальмочки. И здесь пошире улица. Еще на Новагинской есть вот такие вот звезды. Протяженностью, не знаю, метра 30 они идут. Это... Артем, какая-то идея. Новая волна. Вот, и таких звезд достаточно много. Ведь они туда-туда-туда-туда продолжаются. Ну а ближе к Морпортскому порту уже ощущается такая атмосфера, уже даже играют, да? Песенки. Ретро-машины. А вот сейчас я вам покажу мой самый любимый в центре сквер. Здесь весь сквер состоит из этих пальм. В вечернее время, вот как вы можете заметить, они все подсвечиваются. Вот там вот просвечивается здание морского порта людей. Сами можете заметить, очень много. Вот прям тут уже движуха такая конкретная. Красивое здание морского порта. Класс. Здесь вообще в теплую погоду. Днем классно гулять здесь. Всякие проходят занятия. Туда-направо по йоге, какие-то фитнесы. В общем, днем здесь тоже такая интересная движуха. Вот, посмотрите, да, как это все смотрится. Вот тут высажены, видно, да, что такие тоненькие, свежие деревья. А там вот, ну там, видите, установлены какие-то скульптуры из каких-то сказок металлические сваренные. Вышли мы из этого прекрасного сквера. То здесь будет, обязательно здесь погуляйте. И вот оно уже, здание все ближе и ближе к нам. Надпись, артикул, что ли, написано. А нам нужно сейчас перейти вместе с вами на ту сторону и уже попасть в морской порт. Здесь, вот в этой округе, очень много шикарнейших ресторанов, вкусных и, конечно, дорогих. Поэтому, у кого позволяет котлета в кармане, обязательно сгоняйте. Особенно, особенно вот в этот вот ресторан. Вот он. Вот он, Парселонетто. Шикарный ресторан. Вообще, ну, я думаю, что кто в курсе, тот знает, что место это потрясающе. А вот по меню тут я вот так вот оставлю. Можете ознакомиться, посмотреть. Настен, там перейдем. Двигаемся к пешеходному переходу. Вот он уже, морской вокзал. Вот она такая смотровая тут площадка. Вывеска Барселонетты. Здесь также есть бар Лондон. Такая вот у них афиша. Лев такой стоит грозный. Так, ну все. А мы переходим дорогу. И вот он, наш любимый морской порт. Давайте переходить. Время почти 10. Сейчас и сюда. А здесь вот на светофоре, как из рекомендаций, вот эта вот пиццерия и манчини. Классная. По ценникам вообще умеренная. И еда там очень вкусная. Ну что, вот мы и попали с вами, наконец-то, в морской порт. Вечерняя прогулка здесь, наверное, по-особенному приятна, потому что вот мы сколько идем, нету зазывал, который приглашают покататься на яхтах. Бригантина. Тоже шикарный ресторан. Вот Настенька все ругается, потому что Настенька совсем не чувствует праздника в Сочи. Да, Настенька? Не играет. Закрыли булочки и все праздничные. Даже кафешки многие уже просто закрываются. Песен нигде нету. А то, что вы слышали, Гегарина, это просто пацаны на машине подъехали и включили очень громко. Вот, а так, да, праздника почему-то тут вообще не чувствуется. И тут мы попали вот на такую, значит, полочку, да, где вот стоят вот так вот яхточки и вот это здание главное морского порта. Красота. Да, и вообще вечером здесь прям очень классно, вот говорю, вот здесь вечером приятнее гулять, потому что зазвалость уже нету. Они, видимо, ушли спать рабочий день. Закончился и без них, конечно, прям очень хорошо. Здесь такая напись в Сочи. Классно. А вон там, вон далеке уже раздается музыка, там где пляжи, там стоит сцена. Сейчас зайдем, покажу. И там, видимо, какой-то уже концерт. И, возможно, там мы прочувствуем атмосферу этого великого праздника. Ну что, мы выходим из морпорта. И вот, по идее, мы должны, по идее, попасть на какой-то прям праздник праздника. Но пока ни по звукам, ни по количеству людей я не могу сказать, что там прям какой-то сейчас праздник и какая-то движуха. Сейчас пройдем подальше, посмотрим. Конечно, но на мое удивление, да, гляньте, как здесь красиво светится башня, называя дубайские Бурш-Алифы. А это, по-моему, какая-то теле, этот, короче, сотовая связь башня. Она светится, она, конечно, классная, ее видно со всех сторон. Сочи красиво, и сегодня она светится под расцветку Победы, видите? Сейчас вот так вот давайте сделаем. Папа, это Бамблби. Где? Вот это. Нет, ну она же красная. Почему она Бамблби? Ну, похожая. Итак, здесь есть вот такая картина Галилеи. Мне она тоже очень нравится. Здесь очень различные фотографы обозначены. Да, и всегда можно почитать и посмотреть, что это и откуда. Вот, это Байкал, видите? Ну и, соответственно, кафесочки, да? И концерт. Здесь также вот сочинский вояк. С Прискорбием сообщаем, что ваш муж упал смертью в храме в жестоком бою под Москвой. Ребята, скажу заранее, что весь салют под оригинальную музыку, которая будет здесь играть, я вам не покажу, иначе нам нахрен отключат монетизацию на канале. Поэтому я вставлю свою, но салют я покажу вам весь от начала и до конца. И посмотрите, концерт сегодня просто какой-то онлайн. Видимо, что-то включили, запись какую-то. Сцена пустая, люди просто смотрят в мониторах. Ну, конечно, ну, я не знаю. Как вам такое 9 мая? Пишите в комментариях. Мы, конечно, немножко подрастроились. Смотрите, какое движение, как будто бы всех погнали в ту сторону, все идут туда, к морю. И я так думаю, что вон там, вот видите, загорелись лампочки. Видимо, оттуда сейчас будет бакать салют. Дорогой сочинцы, Игорь Сихров, от всего сердца поздравляю с днём Великого года. 9 мая самый святой, самый радостный и в то же время самый божий для нас в мире красный. Он символизирует вся кружевую силу, стойкость и мудрость для нашего народа. Так, ну что, вроде что-то начинается. Люди даже лопают. Сейчас посмотрим. Все, пошел салют. День Победы 2021. День Победы 2021. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok